Президент наш, которому 10 автора нанес глубочайшее оскорбление, из-за которого в советское время был бы расстрел. Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями, потому что скатились в успеваемости, не говоря о поведении. И вот вместо оскорбления, которое нанес вчера ваш класс, он шлет вам. Да не нам, он шлет, а у учеников. Алена. Причем, что он для нас сделал? Для Таёжного. Алена, тебя вчера не было, ты не получил ничего. Я знаю, что они написали. Почему вы ругаетесь на весь класс, если это сделали какие-то парни? Алена, ты перебила меня, не мешай. Хочешь быть учителем, закончи пединститут, отработай 60 лет, как я, тогда вставай и говори. Ну, начинается все. Я еще раз повторяю, тебе я не разрешила говорить. Замолчи. Изучение правил поведения учащихся в школе. И на уроке. На уроке говорят ученики, что разрешение учителя. Если меня только пустило в ход вот это все и вызвало полицию, это я не стала просто навлекать позор на школу. Еще раз говорю, благодарите, что я не раскрутила это дело. Варваров прекратили, превратились. Все я сказала. Еще раз повторяю, благодарите, что я не раскрутила это дело и не подала в полицию заявление. Быстро бы установили, кто это сделал. А тем, кто или тому, кто написал, я советую, напишите это слово, запечатайте в конверт и пошлите. Я вам подскажу адрес. Москва, Кремль, администрация президента. Там быстренько. Вылетят сюда и разберутся. У Путина телохранитель есть. Его охраняют. А такой-то ученик-евченица 10-го акта вдруг отменяют его в пороскреп. У вас есть доказательства? Доказательства.